Добрый день, уважаемые! Добрый день, уважаемые коллеги! Без знания синдромологии, без знания пропедевтики, наверное, любому доктору сложно оперировать и диагностическими, и лечебными возможностями. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о патологических синдромах и о собственной роли мочевого синдрома в практике педиатра амбулаторного звена с позиции детской нефрологии. Следующий синдром, который мне хотелось бы обсудить, он действительно является, наверное, наиболее представляемой в почечной патологии. Прежде всего, когда врач видит отеки, думает про почки, хотя не всегда так бывает, и очень часто к нам пациенты приходят. Вот под глазами отеки, но опять мы возвращаемся к данному анализу мочи и определяем, что здесь нужно искать в том числе и другие причины. Какова патогномоничная симптоматика при патологии почек отечного синдрома? Наверное, все помнят это со студенчества. В большинстве своем фацис нефритикус. Это прежде всего отеки, локализация отеков на верхней части туловища, на лице. В основном в области век. То есть вот как раз картинка такая достаточно типичная, представительная для именно патологии почек. В основном они выражены по утрам, распространяются сверху вниз. Тут, да, действительно, сначала все-таки появляются отеки на лице, потом спускаются вниз. Они бледные, теплые. Ну и нельзя забывать, что именно при почках чаще всего отеки могут достигать степени аносарки. В частности, это патогномонично для того же самого нефротического синдрома. Разбирая отечный синдром и, собственно говоря, когда мы занимаемся дифференциальным диагнозом, мы в первую очередь, конечно, определяем, это почечные или не почечные отеки. И, соответственно, в следующий момент у нас два основных типа отеков, два основных синдрома. Это нефротические отеки, они так и будут называться, да, и нефротические отеки или отеки, которые входят в понятие нефротического синдрома. Что же такое нефротические отеки и чем они характеризуются? Ну, здесь, конечно, нельзя не напомнить основное определение нефротического синдрома, который включает не только появление отеков, да, то есть вот характеризующиеся симптомами отечного синдрома, но и прежде всего механизм этих отеков связан с протенурией, с потерей белка, с мочой более 3 грамм у взрослых. И более 50 миллиграмм на килограмм в сутки, здесь вот очень важный параметр именно расчета на килограмм массы в сутки у детей. При этом протенурия сопровождается развитием гипопротеинемии за счет гипоальбуминемии, гиперлепитемии и, как следствие, конечно, развития отеков, да, вот такой гипоальбуминемической отека. Выделяют, на самом деле, нефротический синдром, ну, не всегда, редко, но все-таки может быть без отеков, и поэтому выделяют полный, когда выражены отеки, и неполный, без отеков, нефротический синдром. Отдельно будет разбираться эта тематика, но мы должны с вами вспомнить, что нефротический синдром – это не только типичный нефротический синдром с минимальными изменениями, входящих в симптомокомплекс первичного гламирования нефрита, но это и варианты врожденных форм инфантильно-нефротических синдромов, это наследственные хромосомные болезни, ну, в частности, болезни Шинки, болезнь Фабри, которая, тирозинемия та же самая, может сопровождаться нефротическим синдромом. Кроме того, нефротический синдром может иметь вторичный характер при системных заболеваниях и при инфекционных заболеваниях. Чем же отличаются нефритические отеки от нефротического отека? Прошу прощения, вот за опечатку, да, здесь действительно нефритические отеки. Механизмом. Прежде всего, механизмом и, соответственно, собственно, и клиникой самих отеков. Отеки при нефритическом синдроме обычно развиваются в условиях артериальной гипертензии, которая характеризует нефритический синдром, о нем мы еще поговорим чуть позже. Связаны они с повышенной проницаемостью сосудистой стенки. Они не так резко выражены, они не такие плотные, не такие бледные, не такие восковидные, как при нефротическом синдроме. И в большинстве своем связаны с гламиролонефритами, с течением нефритического синдрома по типу острого пострептококкового гламиролонефрита, острого тублоинтерстициального нефрита, возможно, развитие таких отеков, а также нефриты при системной патологии соединительной ткани. Синдром артериальной гипертензии. На самом деле сегодня артериальная гипертензия у детей и особенно подростков – это отдельная тема, которая требует детального разбирательства. И обусловлена это прежде всего актуальность и частоту развития этой патологии, не только как самостоятельная, но и как действительно симптомокомплекс, входящий во многие заболевания, регистрируемые сегодняшние у детей. Я уже говорила, еще раз повторю, при патологии почек не только артериальное давление может быть повышенным, но и часть заболеваний сопровождается синдромом артериальной гипертензии. Итак, напоминаю, артериальная гипертензия – это стойкое повышение артериального давления выше 95-го перцентиля. У нас существуют специальные цинтильные таблицы, они обновлены, и я надеюсь, что большинство специалистов и педиатров работают конкретно по этим таблицам. Они разработаны для конкретного возраста и конкретного пола. Артериальная гипертензия сопровождает большинство патологий вторичного генеза, в частности, это гломеролонефриты с нефритическим синдромом, будут представлены на слайде острые пострептококковые гломеролонефриты, а также вторичные гломеролонефриты на фоне соединительно-тканных заболеваний. Но артериальная гипертензия, входящая синдром в уже прогрессирующую стадию хронической болезни почек, а, соответственно, это может быть связано с почечной недостаточностью, связанной с вторичной сморщенной почкой. Это другие аномалии, тот же самый гидронефротическая почка, врожденные сосудистые аномалии. Артериальная гипертония всегда сопровождает синдром Альфорта как прогрессирующий симптом. И, конечно же, наследственные формы артериальной гипертензии, которые, прежде всего, разбираются в рамках генетических заболеваний. А вот гипотензия, артериальная гипотония, это стойкость снижения давления ниже пятого перцентиля, в большинстве своем регистрируется при врожденной патологии, в частности, так называемый синдром Бартера. Напомню, это гипокалинический алкалоз с повышением уровня ренина, ангиотензина и альдестерона, но при этом снижается артериальное давление. Это тоже мы должны с вами помнить, поэтому, конечно, колебания артериального давления очень важны в семиотике, в синдромологии патологии почек. Как я уже отмечала ранее и выше, и не устану об этом говорить, важнейший синдром в дифференциальном диагнозе пациентов с почной патологией, особенно патологии прогрессирующей, патологии врожденной и наследственной, это синдром нарушенного физического развития. Действительно, физическое развитие – это основной критерий здорового ребенка. Мы определяем, что ребенок – это пластическое состояние, это действительно процесс развития, и поэтому темпы физического развития, прибавки не только массы, но, наверное, даже в большей степени роста, очень важны не просто для констатации антропометрических данных, а именно как уже непосредственная диагностическая база для того или иного диагноза нозологии. Здесь, в общем-то, мы же на что должны обращать внимание и как должны рассуждать. Собственно, хроническое заболевание, первичное хроническое заболевание, длительное хронизация могут влиять на рост и развитие детей и подростков и приводят к отставанию и в росте, и в дефиците массы тела, ну вот в частности взять врожденные пороки развития, с развитием рефлюкс, нефропатии, да, и в том числе, наоборот, нарушение физического развития, когда мало места уделяется именно поддержанию, в том числе и белкового обмена, да, и других обменов метаболизма, это тоже определяет неблагоприятное течение заболевания, в частности, усугубляет прогрессирование хронической болезни почек. На сегодняшний день для оценки состояния физического здоровья и физического развития детей практически повсеместно и по всем странам мира используются стандарты разработанной Всемирной организацией здравоохранения, так называемый ВОЗ-Антра, ВОЗ-Антра-Плюс, то есть ВОЗ-Антра для детей до 5 лет, и ВОЗ-Антра-Плюс это для детей старше 5 лет, надеюсь, практически все используют именно эти оценочные стандартные таблицы. Ну и в качестве, наверное, иллюстрации всегда, наверное, в большей степени мы определяем свое образование по каким-то иллюстративным моментам. Я хочу представить как раз важность оценки физического развития и насколько это может действительно повлиять не только на постановку в раннем возрасте диагноза, но и, конечно же, дальнейшую судьбу наших детей. На самом деле не совсем благоприятная история во всех отношениях и в позиции поздней диагностики, и в позиции, собственно, самого заболевания, но, наверное, очень яркая иллюстрация к тому, что мной было сказано. Итак, мальчик 2005 года рождения, обратите внимание на неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез этого ребенка, и здесь немаловажный факт, о котором мы тоже говорим сегодня, действительно, в рамках неврологии, это малая масса при рождении, действительно, на сегодняшний день считается малая масса при рождении, определяет и связана с олигой нефронии, с малым количеством нефронов, что усугубляет и не только имеющиеся почечные патологии, но и в дальнейшем это может быть связано с развитием хронической болезни почек, даже не с первично почечными связанными заболеваниями. Итак, в сроке 37-38 недель у женщины с отягощенным преморбидным фоном родился ребенок с массой 2,100 и длиной 44 см. Он находился, районный ребенок, находился в отделении с диагнозом задержка внутриутробного развития, симметрический тип. Ребенок был выписан на втором месяце жизни, находился до 5 месяцев на грудном вскармливании с введением прикормов, но вот сразу, да, знак внимания, обращаю внимание, уже на первом году отмечаются малые прибавки в массе, всего 200-300 грамм в месяц. К сожалению, это не дает повод заняться этим ребенком, это вот остается без внимания. И, собственно, мы видим массы ростовые ингрессы в год, это рост 70 см, масса 7 кг, то есть равномерное, да, отставание и дефицит массы, порядка уже 20%, да, и с отставанием роста ниже среднего. На что еще обращаю внимание, вот по анализу амбулаторной карте, возрастные пики 2-4-9 месяца, контроль анализа крови показывают анемию, гемоглобин не повышается более 108, при том, что здесь не указано, но назначались препараты железа. Ну и обратите внимание, да, низкие цифры МЦВ, гематокриты, что указывают на гипохромию этой анемии. Ну вот на самом деле такой плачевный результат, 4 месяца, несмотря на то, что было проведено ультрузуковое исследование, но никто не сделал акцент, что хотя бы надо снова переделать ультрузуковое исследование почек, да, заключение прозвучало, почки не визуализируются по причине метеоризма. Ребенок живет, растет, наблюдается, регистрируется достаточно часто вирусная инфекция, что, в общем-то, тоже настораживает ребенка первого года жизни. Это у РВИ один раз в 2-3 месяца. Ну и вот впервые, скажем так, уже на специализированный осмотр к врачам он попадает только практически в возрасте 5 лет. Да, конечно, могу сказать, что не совсем благополучна социальная семья, есть сложности именно социального характера, и многодетная семья, и много моментов как бы бытового уровня, но вот констатация такова, что только в 4 года 10 месяцев, причем акцент, обратите внимание, жалобы на плохие прибавки в росте, и направляется он прежде всего, ну, наверное, ни для кого не секрет, да, и догадка, куда он направляется, к эндокринологу. То есть в основном, да, когда проблемы связаны с ростом, прежде всего у нас звучит консультация эндокринолога. Но система маршрутизации в диагностическом центре такова, что ребенок все-таки вначале попадает к педиатру, педиатр после комплексного осмотра, а ребенка направляет не к эндокринологу, а направляет сразу на инструментальные методы, и прежде всего на внутрозковое исследование. Вот посмотрите, какой здесь рост, 5,6, то есть рост 83 сантиметра, масса 11 килограмм, ребенок 4 года 10 месяцев, да, явно соматогенные причины, поэтому педиатр прежде всего настроен на врожденную патологию, на следственную патологию, поэтому запланировано прежде всего ультразвуковое исследование органов брюшной полости из-за брюшиного пространства. Ну и, собственно, то, что, наверное, нужно было определить уже на первом году жизни, да, вот это выполненное ультразвуковое исследование почек определяет поликистозную дисплазию с обеих сторон, вот так называемый вариант аутосомно-рецессивного поликистоза под вопросом, да, ребенок цита направляется в нефрологическое отделение. Я не буду зачитывать все результаты обследования, красным достаточно ярко выделено все изменения, мы видим с вами и анемию гипохромную, да, мы видим с вами уже в биохимическом исследовании выраженные признаки азотемии с повышением мочевины, да, с повышением креатинина 151 микромоль с расчетом скорости клубочков фильтрации 56 мл в минуту. Посмотрите, какая функция почек концентрационная, да, по пробе земницкого, так называемая гипостенурия 1000-1005, то есть вот такое уже нарушение. Ну и инструментально подтверждается поликистоз на фоне гипоплазии обеих почек. Все это зафиксировано, документами подтверждено. И вот к вопросу опять о том синдроме, на котором мы сейчас остановились и который разбираем, это синдром физического развития, вот как нельзя ярко эта демонстрация как раз приростов. И прежде всего роста, да, длины тела. Вот обратите внимание, до 5 лет ребенок практически выходил за все грани. Не то, что там медиана меньше 2 скор, а уже уходил далеко за 3 скор. После 5 лет ребенку, ну, то есть он продолжает у нас наблюдаться, он сейчас находится на заместительной терапии. К сожалению, проблемы технические остаются, социальные, но вот не ренальная остеопатия, ну и, соответственно, низкорослость. Еще раз подытожим, каковы же причины для развития синдрома нарушенного физического развития именно при патологии органов мочевой системы. Достаточная масса тела может рассматриваться как фактор риска хронической болезни почек, об этом я уже упоминала. Это может быть связано именно с диземброгенезом, с олигонефронией из-за нарушенного роста почек внутриутробно. Ну и, собственно, это в любом случае будет оказывать влияние на развитие нефропатии. Собственно, как и сам синдром хронической интоксикации с нарушением азотово-действительной функции способствует развитию нарушенного физического развития. Не забываем, что очень многие заболевания, а сегодня мы много говорим о генетике, о наследственных заболеваниях, которые сопряжены с патологией почек, в частности, та же самая террозинемия, и нарушение обмена веществ может самостоятельно приводить к синдрому нарушенного физического развития. В то же время, как многие заболевания уже как первичного, вторичного плана, в частности, гломеролонефриты, иммунные заболевания, опосредованные заболевания, требующие системной терапии, применение глюкокортикоидов и иммуносупрессоров, также могут привести к нарушению физического развития. Причем мы помним о синдроме Кушенгоида, Кушенгоидоподобном синдроме с нарушением надпочечниковой функции, и здесь будет развиваться по типу, в том числе и морбидного ожирения, и нарушение роста, остеопатии, которые связаны также с применением как глюкокортикоидов, так и иммуносупрессантов. Диспластический синдром. Да, действительно, большинство патологий почек, выявляемых у детей раннего возраста, зачастую носят именно характер врожденных аномалий, наследственных нефропатий, и здесь большое подспорье, это так называемые внешние стигмы, внешние малые аномалии. Считается, что наличие более пяти стигм соединительно-тканного дизембриогенеза могут свидетельствовать о внутриутробном нарушении развития плода. Не обязательно это может быть нарушение развития приводящих к патологии почек, это может быть и сердечно-сосудистая система, и система легочная, но действительно очень часто это сопряжено с патологией почек. Наиболее часто при нефропатиях встречаются готическое нёбо, аномалии ушных раковин, укорочение мизинца, сандалевидная щель. И вот здесь на картинке представлена девочка 10 лет, ну вот, наверное, я её демонстрирую, прежде всего, здесь на самом деле множественные стигмы дизембриогенеза, но, наверное, наиболее ярко представлены это ушная раковина, приросшая мочка, большое топыренное ухо, глазки не видно, но у неё онкологический разрез глаз, закрытые глаза, у неё широкая переносица, у неё прогнотея. И иллюстрация этой девочки, вот так продолжение, это пальчики её, сандалевидная щель, двяца мизинцев, представлен двяца большого пальца, а девочка наблюдается у нас с поликистозом, правда, вот не тем поликистозом, как была у меня представлена предыдущая история, это поликистоз аутосомно-доминантный, это результаты её компьютерной томографии, где вот как раз вы видите представленные кисты, здесь увеличена картинка, и мы видим и на поперечном разрезе, и на сагитальном разрезе представленные кисты в обеих почках. Поэтому, конечно, надо обращать внимание на вот этот высокий уровень стигмальности, потому что мы прекрасно понимаем, что вот данная патология поликистоз аутосомно-доминантный, может действительно являться совершенно случайно. Да, сейчас у нас проходит скрининг, дети исследования проводят, но вот на примере той девочки, тогда ещё девочка до 2006 года рождения, она не была осмотрена в рамках скрининга. Метаболический синдром. Ну, наверное, в большей степени с метаболическим синдромом знакомы эндокринологи, но и нефрологи, конечно же, встречаются с ним. Это наличие взаимосвязанных нарушений углеводного и жирового обмена, нарушение регуляции артериального давления и с вынижением чувствительности к инсуину. Конечно, чаще всего с метаболическим синдромом мы встречаемся прежде всего при ожирении, но нельзя забывать, что это может встречаться и у детей с другими нефропатиями, в частности, то же самое ожирение, ассоциируется достаточно часто с обменной нефропатией. Кроме того, метаболический синдром может развиваться у детей, которые получают длительную кортикостероидную терапию при заболеваниях почек. Напомню, каковы же критерии метаболического синдрома? Это прежде всего один из важнейших компонентов резистентность к инсулину и гиперинсулиномии. Развитие висцерального ожирения, которое определяется прежде всего по объему талии, это наличие артериальной гипертензии, нарушение толерантности глюкозе, дислепидемия, гиперурекемия, альпоминурия, гиперандрогемия. Об этом синдроме должны помнить. Ну и, наконец, синдром азотемии. Напомню, что синдром азотемии характеризует повышение в крови продуктов азотистого обмена, в частности, это креатинин, мочевина, мочевая кислота с развитием почечной недостаточности. Отдельно будут представлены лекции, информация по таким нозологиям, как острая почечная, подтверждение хронической болезни почек. Мы должны помнить, что все, что объединяет почечную недостаточность, это прежде всего с позиции подфизиологии нарушение гомеостатических функций почек. В свете этого развитие азотемии, нарушение электролитного состава крови, равновесие кислот, основание развития аминертериальной гипертензии. Острая почечная недостаточность, синдром внезапного выключения функций почек, когда мочевина, прежде всего, определяет почечную недостаточность и превосходит более 16,5 мм на литр с развитием олигоанурии. А хроническая почечная недостаточность, это синдром длительно текущих необратимых нарушений почечных функций, которые возникают при прогрессирующем почечном заболевании. Ну и, наконец, хроническая болезнь почек, концепция 21 века. Это, мы должны с вами понимать, прежде всего, надмозологическое понятие, оно сейчас широко внедрено в нашу практику. И, прежде всего, определяет нарушение функции или структуры почек, которые длительное время существуют, как правило, градация более трех месяцев, и оказывают влияние на состояние здоровья. Ну что ж, на этом я заканчиваю. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова